Издательство Эксмо. Александр Томонников. Наживка для вермахта. Глава первая. Поезд шёл на юг. Глеб Шубин лежал на второй полке и смотрел в окно на плывущие мимо пейзажи. В течение первого года войны он видел только лесные края Смоленщины и Подмосковья. Здесь же после Рязани пошли совсем другие места. Всё шире открывались степи, меньше стало лесов, больше распаханных полей. «Да, а ведь в районе Сталинграда, наверное, лесов-то и вовсе не будет», — думал он с нарастающей тревогой. «А как же там разведку проводить? Как к немцам подбираться?» На календаре было 12 октября, и сейчас все мысли Шубина были о предстоящем месте службы. Этим местом был определён Сталинградский фронт. Шубин был назначен заместителем начальника разведки фронта. Ему предстояло явиться в штаб фронта, расположенный в посёлке Райгород, и доложить о прибытии своему начальнику, полковнику Ивану Трофимовичу Уколову, который возглавлял разведку фронта. Что представлял собой полковник Уколов, Шубин не знал. Тем более он не знал, что представляет собой командующий фронтом генерал Андрей Иванович Ерёменко. До сих пор Шубину везло на начальника. Особенно хорошие отношения у него сложились с командующим 20-й армии генералом Рейтером. А как будет на новом месте, этого Шубин не знал, и это его тревожило. Вообще настроение у него было смутное. С одной стороны, радостное, ведь ему предстояло служить на новом месте. В месте, где по всем приметам, по разговорам, должна была решиться судьба войны. Это тебе не периферийный ржев, который не на всякой карте найдёшь. А с другой стороны, Шубина огорчало, что ему так и не довелось повидаться с легендарным генералом Жуковым. А ведь это он, Жуков, узнав о толковом разведчике из 20-й армии, вызвал его в штаб Западного фронта и оставил приказ о направлении Шубина в Сталинград. Но самого генерала к этому времени в Волоколамске уже не было, он уехал в Москву, где был назначен на должность заместителя верховного главнокомандующего. Жаль. Шубин мечтал увидеть знаменитого полководца, может быть, даже служить под его началом. Но, как видно, не судьба. В Саратове поезд стоял больше часа. Узнав, что на привокзальной площади действует столовая для военных, Шубин направился туда. Здесь он смог поесть горячей пищи, борща и картошки с котлетой. Правда, и в том, и в другом блюде мяса было не очень много. Но что делать? На перроне Шубин разговаривался с сержантом, выглянувшим во время стоянки из соседнего поезда. Правда, этот поезд шел не на юг, а в обратном направлении, на север, Уйбышев. И был он целиком заполнен ранеными. Сержант, с которым разговаривался Шубин, ходил на костылях, приволакивая правую ногу. Звали его Геннадием. Он охотно сообщил, что был ранен в самом Сталинграде в боях возле тракторного завода. И теперь его везут на долечивание в госпиталь в Уйбышев. Узнав, что Шубин едет в Сталинград, Геннадий только покрутил головой. — Посмотрите, товарищ капитан, как там воюет, — сказал он. — Думаю, вы еще такого не видали, не? Вы ведь как привыкли. Тут наши окопы, а там в метрах ста немецкие. А в Сталинграде вообще никаких окопов нет. И немцы живут прямо рядом с тобой, по соседству. — Это как же без окопов? — удивился Шубин. — А так, — ответил его новый знакомый, — мы занимаем, допустим, второй этаж дома, а немцы, значит, первый, и сражаемся за лестничную площадку. Если они нас припрут окончательно, отступим на третий этаж, потом на крышу. Но мы зубами держимся за каждый метр и не отступаем. Или еще так, мы по одну сторону заводской стены, а фрицы, значит, по другую. И то они нас атакуют, то мы их. — Да ну ведь в таких условиях и глаза закрыть нельзя, — воскликнул Шубин. — Все время надо быть на чеку. — Так и есть! — кивнул Геннадий. — Спим по очереди, едим тоже по очереди. Причем едим то, что удается добыть. С водой тоже проблемы. Пить иногда приходится растопленный снег, а он весь грязный. В общем, в Сталинграде своя война, какой еще никто не видел. А еще вам расскажу. Но тут состав, заполненный ранеными, дернулся и новый знакомый Шубина, заторопился, стал забираться на подножку вагона, так он и не успел рассказать свою историю. Вскоре и состав, в котором ехал Шубин, продолжил свой путь на юг. Он выбрался из города и подъехал к железнодорожному мосту через Волгу. Все подъезды к мосту были уставлены зенитными орудиями. — Что, неужели здесь тоже немцы бомбят? — спросил кто-то из сидевших на нижней полке. — Еще как бомбят! — ответил кто-то, как видно, местный саратовский житель. — Каждую ночь по двадцать, по тридцать юнкерсов налетают. Мост хотят разбомбить, перекрыть нашу дорогу к Сталинграду. Поезд благополучно пересек Волгу и покатил дальше. На каком-то разъезде он круто повернул на юг и теперь ехал по степи. Прошли еще сутки, и состав прибыл на станцию, где надолго остановился. Все сразу стали собираться и выходить. — Все, капитан, приехали! — обратился к Шубину один из соседей. — А что, дальше поезд не пойдет? — спросил Глеб. — Поезд пойдет. Он теперь до самой Астрахани идет, но туда мало кто едет. Здесь, в Баскунчаке, выходят все, кому надо в Сталинград. — Теперь нам надо добираться до переправы через Волгу, а там предстоит самая сложная задача — переправиться. Тебе куда, к Чуйкову, на баррикады или на остров Людниково? — Нет, мне надо в штаб фронта, в поселок Райгород, — ответил Шубин. — А, ну тогда тебе на Ахтову, там еще одна переправа есть. И надо, чтобы тебя туда подвезли. Шубин вышел из вагона, повсюду сновали люди, искали машины, которые отвезут их в свою часть. Не сразу, с трудом, но нашел свою полуторку и Шубин. В кузов машины набилось человек двадцать. Ну вот все сели, однако машина не спешила отъезжать от станции. — Почему не едем, не знаешь? — спросил Глеб у соседа. — Так светло еще, — спокойно ответил тот. — Надо ждать, пока стемнеет. Немцы бомбят и станцию, и переправы. Но там стоят зенитки, и они побаиваются. А на дороге нас никто не защитит. Налетит мессер. Все, считай, конец. Здесь степи от него не укроешься, так что будем ждать темноты. Машина постояла на станции почти час. Наконец, когда уже совсем стемнело, они тронулись в путь. Ехали, не включая фар. Как водитель находит дорогу в полной темноте, оставалось только гадать. Ну, как-то находил. Дорога была ужасной. Несколько раз Шубину казалось, что сейчас вот машина прокинется. Но вот в небе послышался шум моторов. И низко, над самыми головами сидевших в кузове людей, пролетели шесть самолетов. Они двигались с запада на восток. И хотя в темноте опознавательные знаки видны не были, не приходилось гадать, чьи это самолеты. А наши летуны что же не отгоняют фрицев? Снова начал Шубин расспрашивать соседа. Да, что-то не очень их видно, ответил тот. Наверное, не хватает. Нет, тут другое дело, вмешался в разговор еще один военный. Самолетов у нас должно хватить. Я вот своими глазами видел, как возле Баскунчака каждый день по десять-двенадцать штук садятся. Но их для чего-то берегут. Не используют в боях. Наконец впереди в свете звезд блеснула водная гладь. По наведенному саперами мосту они переехали реку Ахтубу и покатили дальше. К Волге.